всем привет блендер 281 и пока я думаю над будущими роликами хотя есть уже задумки кстати если кто-то что-то хочет увидеть пишите мне будет полегче выдумывать есть вариант именно достань соседа игра тоже сделать обстановку вот эти все ходьбы из двери в двери типа как анимацию сделать есть опять же вариант warcraft игра тоже сделать деревья замки дома вот эти все текстуры и короче анимацию одни рубят ветки другие короче там воюют стреляют ну короче кто играл тут поймет в чем суть ну еще предлагайте я еще потом посмотрю некоторые варианты и кстати напишите по каким вопросам точно вам интересно анимация именно модели там я не знаю окружение и в таком духе так все погнали хотелось бы теперь вот разобрать такой вариант как сделать чертеж от этого танка есть нюансы о которых возможно вы еще не знаете ну давайте я пока попробую это дело все вам показать и так есть вот такой танк делаем первый шаг это устанавливаем камеру так включаем видимость всех вот этих вот причин дал и так включаем камеру включаем свет включаем видимость всего этого и теперь делаем вот такую штуку сначала настроим свет так как единица на нампаде можно g отвести назад заходим нас в настройку цвета включаем ария типа объект источник и здесь вот включаем custom distance особая дистанция ставим 0 так все это дело пока нам не надо выбираем теперь именно камеру и настраивать камеру можно двумя путями это нажимаем открыто н панель и там здесь все ставим по нолям вот так вот ноль энтер здесь допустим ставим 90 здесь ноль и вот это z ось это или справа или слева будет камера смотреть здесь или минус 90 или 90 у меня будет именно но от меня наверное справа так энтер вот камера установилась ну а так можно еще как я в прошлый раз показал устанавливать ее от себя вертеть крутить это 7 на нампаде r и так далее единица на нампаде 0 на нампаде получается вот такая штука н панель клавиша н можно закрыть и теперь нужно выбрать камеру вот эту и поставить за место перспективы ортогональный как уменьшить танк по окну да не выходя вот из этой функции это вот орд графикс вот это вот так ее уменьшаете танк здесь вы можете его влево вправо водить по оси а это по игреку вверх вниз вот так посередине где-то выставляем назначаем теперь материал так вот здесь в материалах есть уже материал добавляем новые это плюсуем плюс создаем новый и в принципе ничего тут не делаем нам нужно настроить только только вот этот цвет любой который вы выберете синий черный и так далее так этот цвет тоже до предела ставим на белый и убираем блик до ноля так металлик спекуляр так по моему вот этот спекуляр это и есть блик так 0 тут крес так ну а теперь применяем вот переключаемся на имеющийся материал если у вас его нет то вам это не надо будет делать и включаем вот этот материал вот теперь он стал белый и включаем теперь башню вот так и добавляем башни тоже этот цвет материал так смотрим что да как 0 на нампаде настраиваем рендер рендер вот этот эмс ставим на десктоп или в папку куда-нибудь это вот прописываем путь следом смотрим что получилось и сейчас вот вся фишка в чем будет так рендер имейдж жмем смотрим ждем посмотрим что тут получится и так вы видите что полностью темный экран ничего такого нет а чтобы было нужно зайти вот в эту функцию так рендер properties и мотаем на низ находим фристайл ставим фристайл ставим фристайл оставляем абсолютное и у здесь вот ставим 0 давайте 9 сотых десятых давайте поставим сразу и прозрачность фона это фильм и транспарент вот это ставим смотрим опять рендер имейдж вот по простенькому вот такой чертеж его можно еще конечно поднастроить сейчас я вам покажу где это значит закрываем танк можно 0 на нампаде чтобы вам видно было и заходим вот в эту теперь функцию вот называется она via layer properties и мотаем вниз сейчас я даже окошко раздвину и вот здесь есть все настройки здесь вот можно эксклюзив хайдинг короче переведете вот отключать vcbt допустим имейдж born отключаем оставляем только edge tape и вот опять делаем рендер имейдж вот у вас получается темный танк вот такой его можно сделать конечно и белым и синим любым цветом это опять же сейчас покажу вам где находится так background по-моему вот здесь это все находится вот volume ну и вот color и вот этот вот этот цвет вы можете поставить допустим вот белым ну и вот этот цвет тоже можно поставить белым так вот теперь делаем опять рендер вот теперь танк белый его можно сделать любым цветом можно текстуру на него наладить в принципе возможности валом сейчас я вам еще покажу где это все настраивается настраивать не буду поиграйте настройками сами так это вот эта функция вот вы мотаете и вот здесь вот все вот эти настройки и вот здесь вот все вот эти настройки тоже настройки color альфа альфа в принципе нажимаете смотрите вот вот это вот функция единственное вот это чейнинг это если вы ее уберете то линии будут парень прерывистые прерывистые вот эти все а когда она стоит то линии ровные полностью замкнутые вот эти вот также здесь можно поставить так вот это по моему функция ну короче надо переводить я забыл уже штрихи вот эти вот все линии черные будут штрихами сделаны так прерывистой полосой так ну суть не в этом в этом ролике вся фишка в чем смотрим как сделать чтобы цвета этого не было и чтобы был вот именно одни полосы на прозрачном фоне как на кальке да это вот все вот это все дело можно закрыть именно в материалах и мотаем до низу находим вот этот сеттинг и жмем альфа бенд вот эту вот бенд мод и нажимаем альфа бенд в сеттингах мы ее устанавливаем следом заходим сейчас вам покажу куда опять же заходим в сюрфейсы и находим вот эту альфу альфу ставим по нолям и ставим трансмиссию по нолям вот эту ну она в принципе у меня на нолях стоит вот трансмиссия это прозрачность тоже по самые не могу и вот вы видите что в принципе у вас ничего нет но если мы сделаем рендер рендер имейдж то у нас просто будут именно полосы и у нас получился вот такой чертеж танка без цвета без цвета одни полосы если танк проработан каждая деталька здесь все это дело будет хорошо выглядеть вот эти вот детали которых нет их так же можно поднастроить чтобы вот эти линии были потолще почетче посмотрите прошлый ролик по чертежам у меня на канале ссылку оставлю в описании ну и в принципе все нажимаем имидж и сохранить как выбираем формат допустим вот png здесь есть jpeg bmp ну и формат цвета rgb rgbi bv и так далее ну и на рабочий стол или куда там в папку сохраняем все это дело ну результат вы уже видели в начале ролика все всем пока до свидания давайте мне идеи именно по будущим роликам по персонажке особенно возможно там ферму какую то сделать там ну может даже поле какое то трактор едет ну словом ваши фантазии вы пишите а там что уж получится может какой нибудь гибрид из всех сделаем вот этих пожеланий ну если таковые конечно есть все всем пока до свидания